Обманщики не делают различий между людьми. Им одинаково нравятся как пенсионерки с копеечными накоплениями, так и зажиточные простофили. Вот один такой захотел сверкать часами с руки самого Путина, да и попал на миллион евро. Платиновый корпус, вечный календарь, денег стоит, конечно, но, видимо, не таких. По крайней мере, в Кремле говорят, что здесь сплошной обман. Часов таких у президента не было, аукционщики все придумали, денег заработали на чужой популярности. Кто же так хотел хотя бы через часы прикоснуться к Владимиру Владимировичу, мы никогда не узнаем. Победители торгов скрывают свои имена. Но зато мы знаем другого неудачливого охотника за редкостями. Американский предприниматель Мартин Шкрелли потерял 15 миллионов долларов. Он купил поддельный альбом рэпера Канни Уэста «The Life of Pablo». За несколько дней до выхода пластинки богач предложил Уэсту купить эксклюзивные права на нее. Ну и приобрел у кого-то. Заплатил еще, как теперь модно, в биткоинах. Никаких прав, как это часто бывает в полицейских сводках, на самом деле он не получил. Правда, историй таких немного. Чаще миллиардеры просто не замечают, что их деньги куда-то утекли, ведь их все равно остается много. Продолжение следует...